Пришла тёща к зятю на блины, а у зятя на столе клубника. И можно, значит, обедать, налить 100 грамм и, короче, закусывать вот так вот клубникой. Добрый день, уважаемые садоводы, огородники, пчеловоды и пасечники. Сегодня мы с вами будем садить клубнику вот в такую вот вертикальную грядку. Для посадки нам понадобятся специальные вазоны. Вот так вот они выглядят. Они многоэтажные. И сейчас я вам покажу, как они складываются. Каждый охотник знает, где спрятан фазан. Поэтому они имеют разнообразные цвета радуги. Вот, и я сейчас вам покажу, как они складываются. То есть они с собой представляют вот такую вот грядку. Вот, и получается этаж на этаж, вот, варьируя цвета, можно складывать многоэтажную грядку. Очень легко она складывается. И можно сделать пять этажей грядку для нашей клубники. Что мы сейчас с вами и будем делать. Я вам покажу весь этап посадки этой клубники. Вот, смотрите, какая получилась пятиэтажная грядка для клубники. Работать мы будем с вами в беседке. Сейчас солнце светит, тепло на улице. Вот тут специальный стол у меня. И вот так вот тут выглядит эта грядка. И сейчас мы с вами будем собирать и постепенно садить сюда клубнику. Все это дело будем садить по технике, правилам пожарной безопасности. Чтоб все прошло у нас успешно. Поэтому, ну вот, что представляет собой вот эта вот клумба для клубники. Значит, внутри тут есть вот такие вот штуки. Ну, это они для того предназначены, чтобы как бы не этот вазон не изменял свои размеры. Но он нам не нужен. Вот, его можно выложить. Вот, и садить сюда прямо будем клубнику. Тут есть отверстие. С обратной стороны этой грядки есть отверстие. Вот, и можно вставить такую вот как бы палочку или какой-нибудь такой шток и соединить их все между собой. А можно и не соединять. Для того, чтобы приготовить землю для посадки, необходимо смешать обычный грунт, опилки. Вот, опилки, кокосовый субстракт, кокосовую стружку. Можно добавить сюда немного керамзита. Вот, добавить вот такой вот биогрунт. И немного перлита, либо добавить вермикулит. Вермикулит, либо перлит служат для регуляции водного баланса. Вот, керамзит хорошо втягивает воду. Вот, а стружки дают рыхлость земле, так как земля любит хорошую рыхлость. Вот, поэтому мы добавим туда стружер. Вот, вот это центральное отверстие можно вставить туда в него кусочек керамзита. И засыпаем сюда нашей с вами земли, в эту грядку. Это такой своего рода эксперимент. Вот, хочется удивить людей. Приходят к вам гости, например, типа тещи. И такая смотрит, а у тебя клубника растет в вертикальной грядке. И она просто в шоке. Вот, так что для любой кумаси такой рецепт очень хорошо подойдет. Значит, как готовится замес земли? Добавляем водочной земли в таз полтаза. Добавляем обычного песка, полтаза. Добавляем сюда стружек или опилок там разных. У кого что есть под рукой, все это дело перемешиваем. Сразу можно добавить вермикурита. Он стоит, кстати, дешево в садовых этих всех магазинах. Вот, это кротошпатель. Универсальный инструмент, с помощью которого можно поймать крота и выполнить вообще любую работу на огороде. Вот так вот выглядит этот вермикулит. Типа что-то золы, что ли, древесный какой-то. Вот, можно обычной золы добавить туда еще с костра. Вот, и добавляем сюда перлита. Перлит тоже хорошо эту всю влагу будет держать там, чтобы клубнике было комфортно себя чувствовать. Сразу скажу, что 5 тонн я не собираюсь собрать с этих 5 горшков урожая клубники. Это просто эксперимент, чтобы узнать, можно ли в горшках в таких вертикальной грядке вырастить клубнику. Если эксперимент получится, тогда можно будет ходить по деревне и удивлять всех своих знакомых, друзей, родственников клубникой вот в таких вот вазонах, вертикальных грядках. Все это дело перемешиваем и добавляем сюда вот такого вот биогумуса. Ну, короче, как органическое удобрение. И опять все это дело перемешиваем. Биогумус тоже рыхлый, и земля у нас получается рыхлая такая вся. Вот, если земля твердая, можно добавить стружек. Берем кокосовый субстрат, надрезаем его. О, так он краташпателем. И вот видите, как он выглядит. Кокос влажный такой, сырой. Стоит тоже недорого в магазине. И сюда его чуть-чуть добавляем. И все это дело перемешиваем. Вот. Я так понял, что кокосы любят клубнику, а клубника кокосы. Поэтому этот симбиоз надо хорошо перемешать. Потому что кокос, он такой, как волосня какая-то, волосы. Вот, лучше его перемешать. И теперь садим сюда клубнику с огорода. Вот. Клубника любит рыхлую почву. Поэтому... Вот так вот, заполняя пространство землей. Садим сюда клубнику. Думаю, тут места будет не очень много для одного кустика. Но для одного кустика, думаю, будет достаточно для эксперимента. И садим третий кустика. И садим третий кустик. Садить нужно таким образом, чтобы вот этот вот росток был выше уровня земли. Чтобы его не засыпать землей. Тогда будет хороший урожай. Иначе растение сгниет. Три куста клубники. Листочки, которые болеют, их можно оторвать, выбросить. Вот или плохие. Сломанный. Вот. Сломанный листик можно его выбросить, чтобы он там не мешался. Поливаем водой из колодца клубнику. Когда впитается земля, можно будет чуть-чуть ее подсыпать. О, все, подсыпали земли. И теперь можно садить второй этаж. Такая вот вертикальная грядка с клубникой у нас получится. Что получится в ходе этого эксперимента, наблюдайте за моими видео. Вот. Увидите и узнаете, какой будет результат в этой грядке. После того, как вода впитается, подсыпем земельки. Посадил второй ярус. И сейчас будем садить с вами третий ярус. Вот. Трехэтажная клубника. И садим теперь третий этаж. Значит, клубники. Наш с вами вазон все выше и выше встает на ограниченных пространствах. Где-нибудь там в Бразилии или где мало места, можно выращивать клубнику в горшках. Вот. У самого у меня растет клубника на огороде. 400 кустов, а этот вазон я просто решил для эксперимента попробовать, посмотреть, можно или нет. Получится или нет. Интересно, что все хотели. И если получится, то тогда можно в квартирах выращивать клубнику вот в таких вот красивых горшках. Все, посадил третий куст. Клубники я сейчас будем ставить с вами, ребята, четвертый этаж. Супер. И теперь ставим четвертый этаж. Красный. Красный. Прикольно, прикольно. Посадил четвертый этаж. И сейчас буду садить пятый этаж. Так как все эти платформы съемные, можно на столе отдельно посадить клубнику вот в такой вот, в такой вазон. И потом поставить просто сверху. По низенького роста удобно. Если девчонке, короче, ростом метр с кепкой, то как раз удобно вот так вот садить. А потом сверху составлять вот такую вот клумбу. Пришла теща к зятю на блины. А у зятя на столе клубника. Ну, а так вот с помощью шлемофона и кротошпателя получилась у меня вот такая вот грядка вертикальная для клубники. Вот, не в трубе, но в вазонах. В многофункциональных вазонах. Сейчас я вам покажу с разных сторон, как это все дело выглядит в 3D пространстве. Вот, то есть, видите. Удобно поливать, переносить удобно тем, что она как бы складная, раскладываются и даже снимаются. Вот, а так как там Стася Лава, моя подписчица, говорила, что у меня шторы ПВХ, вот, короче, пчелы типа не залетят опылять. У меня же они съемные, подъемные. Вот, можно их поднять и пчелы, короче, залетят и опылят эту клубнику. Так что, вот такая вот, ребята, клубника. Кстати, кому понравились вот такие вот многофункциональные вазоны, я оставлю под видео ссылку на них. Вот, совсем недорого, можете зайти на сайт, приобрести себе с доставкой. Вот, всем рекомендую хорошие вазоны. Через шторы ПВХ вот такой вот вид на эти вазоны, не знаю, видно вам или нет. Вот, тут солнце светит яркое. Короче, вот так вот они выглядят через шторы. Красивое украшение, вот, беседки. И можно, значит, обедать, налить 100 грамм и, короче, закусывать вот так вот клубникой. То есть вазоны вот так вот выглядят, их удобно поливать. И всего получается в каждой ячейке по 3 клубники, 5 вазонов. Это 5 на 3, 15 кустиков клубники тут посажено. В общем, будем ждать урожая, результата. Кому понравилась эта клубника, это видео, можете подписаться на мой канал. Будем вместе с вами ждать урожая, что ж тут получится, будет ли тут клубника. Вот. И, значит, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайк. Вот, нажимайте колокольчик, чтобы первыми узнать о результатах этой клубники. Вот, будет ли тут клубника, хороший ли тут будет урожай. Как вы видите, эта клумба у меня раскладная. То есть можно легко сложить и разложить всю вот эту вот многоэтажность этого изделия. Вот, и даже девушка с ростом, как я уже говорил, метр с кепкой, сама сможет сложить и разложить вот этот вот весь вазон. И сейчас я вам покажу, как самому собрать вот эти вот все 5 вазонов в один пятиярусный вазон. Смотрите и наслаждайтесь. Сейчас выше поднимем, чтобы вам видно было. О, все. Получился вот такой вот прекрасный вот пятиярусный вазон. Поэтому, ребята, как удивить тещу вот такими вот вазонами клубникой в трубе. Любая теща будет довольна. Всем рекомендую. Вот я разложил. Смотрите, как красиво получилось. Можно на каждый подоконник, на каждый парапет поставить вот под такому вазону. Вот так вот в беседке цветочки. Клубничку посадить. Она сразу встает красивее. Вот, кротожене шторку погладить. И будет то, что надо. Сразу вырисовывается красота вот внутри беседки. Приятно будет в ней отдыхать. Все. Всем привет. С вами был мистер Алекс. Подписывайтесь на мой канал.